Скандал на почве антисемитизма произошел во время баскетбольного матча в Бруклине. Израильский клуб Макаби, победитель последней Евролиги, встречался с бруклинской командой российского миллиардера Михаила Прохорова, НЭЦ. Сразу после игры сторонники и противники государства Израиля устроили небольшую потасовку, в которой серьезно пострадал известный в русскоязычной общине Бруклина деятель, директор американского форума русскоязычного еврейства Леонард Пэтлах. По телефону с ним пообщался Валерий Кипелов. Матч между бруклинским НЭЦ и израильским Макаби должен был быть товарищеским, но под конец вылился в трибуну выражение своего отношения к Израилю как государству. По словам очевидцев, примерно 6-7 человек ближе к концу игры развернули палестинский флаг и начали выкрикивать свободу Палестине. Тех, кто не разделяет таких взглядов, этот Димарш сильно задел. В двух словах, что произошло, они, палестинские сторонники, антиизраильские демонстранты, ворвались в эту арену, и когда закончилась игра, они пытались открыть палестинский флаг. Действительно, один из ребят, который был в нашей группе, вырвал у них флаг и отдал это секьюрити, Барклэйс, Барклэйс центр секьюрити. Во избежание драки в стенах стадиона охрана выпроводила на улицу не сошедшихся во взглядах на арабо-израильский конфликт, но там конфликт разгорелся с новой силой. Вблизи развлекательного центра сторонников Израиля встретили его противники. Один из них, который нам прямо в лицо тыкал камеру, пытаясь спровоцировать на какую-то провокацию, мы пытались проходить. В этот момент я ему сказал, чтобы он отошел от данного дорогу идти. И в этот момент он повернулся ко мне спиной, и я уже не ощущал никакой опасности, я не был готов, чтобы тысячи людей будет какой-то физический раунс. Я повернулся правее к своему ребенку, и в этот момент он развернулся, и спотяжка нанес мне удар с криком «Свободная Палестина!» и они тут же все разбежали. Результат – разбитый нос, рассечение ткани и 8 наложенных швов под глазом. В управлении полиции Нью-Йорка заявили, что, вероятно, будут расследовать нападение как преступление на почве антисемитизма. Однако возможен и другой вариант. Если обнаружится, что, скорее всего, обнаружится, что один из этой группы, особенно тот, который нанес мне удар, это пропалестинский сторонник еврейского происхождения, я надеюсь, что администрация Нью-Йорка не переведет это дело в изолированный случай и не в атаку, которая базировалась на... то, что не классифицировалось как хейт-крайм. Атаковавший Леонардо Петлаха человек, несмотря на наличие сотен свидетелей инцидента, сумел скрыться. На нем была футболка с логотипом клуба Nets спереди и написанной аэрозолем две буквы BK сзади. Власти просят всех, кто имеет информацию о нем, сообщить об этом в полицию. Валерий Кипелов, телекомпания RTVI.